Старейший парк Самары на берегу Волги, Струковский сад, раз в году на один день превращается в парк журналистов. На 22-м фестивале прессы символичное количество площадок, 22. В числе дебютантов, блогеры и военно-патриотический клуб, они сражались за родину. Силовые ведомства, приют для животных, студенты, общественники, свои средства массовой информации в Самаре есть практически у всех организаций. Главной темой этого года стало 70-летие Победы. СМИ, которые наиболее активно рассказывали об участниках Великой Отечественной, получили награды из рук почетных гостей. Средства массовой информации – это очень серьезная сила, не только в нашем городе, но и, наверное, во всем мире. И без вас, уважаемые коллеги, мы развиваться не можем. Открытость, правдивость, профессионализм, основательность, умение разбираться досконально в любом вопросе должны стать отличительной чертой всех нас вместе взятых. У нас в этом году одна из площадок – это юные журналисты, юнкоры. Это здорово, что у нас не только студенты принимают участие, но и еще юные журналисты-школьники. Одним словом, праздник. Гости фестиваля также отметили высокий профессионализм самарских журналистов, которые днем и ночью стоят на страже объективности и достоверной информации. С огромным интересом всегда читаю, я смотрю, это часть моей профессиональной работы. И, конечно, вы нам очень-очень во многом помогаете. Ну, четвертая власть, а зачастую, может быть, даже и первая. Мы вместе с вами очень творческие люди. И самое главное – мы несем массы правду. Свой народ нельзя обманывать, надо быть с ним правдивым, искренним. И каждый на своем участке должен делать свое дело. Я свое, вы свое. И вместе в этом анклаве мы сегодня пропагандируем главное. Мы сегодня пропагандируем здоровую нацию. После открытия гости прошли по фестивальным площадкам. Для журналистов День прессы – как солнечный Новый год. Отмечают его всегда с размахом. Ежегодно он собирает более пяти тысяч человек. Ведущая телеканала «Самара ГИС» Юлия Черняева вспоминает, как впервые попала на фестиваль прессы еще студенткой. Я смотрела на все большими глазами. Мне казалось, что все те люди, которые руководители СМИ, казалось, что они такие невероятные. А когда ты с ними стоишь уже, сейчас общаешься практически на равных, ты понимаешь, что ко всему тому, что ты стремилась, легко можно достичь. Всего лишь три составляющих – труд, терпение и талант. Для всех журналистов это, наверное, три Т, которые сопровождают всю жизнь. Шахматный турнир, показательные выступления сотрудников МВД и ФСИН, насыщенная концертная программа и даже цирковые номера. Гостям на фестивале скучать не пришлось. Жители губернии говорят – телевизор смотрят, газеты читают. Стараются быть в курсе, а лучше в центре событий. Праздник супер, все здорово. Шарики, подарки, все классно. Очень интересно и весело. На всех площадках конкурсы разные, призы. Военные песни поют. В общем, мне понравилось. Я по всему парку прошелся, и столько много этих площадок, и на каждой поют. Разве это не потрясающе? Завершился фестиваль прессы награждением участников. Телеканал «Самара ГИС» стал лучшим в номинации за продвижение молодых талантов. Алина Чемерис, Артем Сулайманов, События.